здравствуйте друзья здравствуйте подписчики зрители телевизор panasonic как видим он показывает у него нет звука и я сразу спросил после грозы они рада откуда вы знаете после грозы и у меня на канале есть уже такой ролик и я обязательно поставлю на него ссылку в описании под роликом а сейчас мне нужно быстрый ремонт сделать потому что свет дается только на два часа а потом четыре часа его нет потому я постараюсь как-то так вот коротко сам вспомнить вам что-то рассказать но основной ролик будет по ссылке в описании под роликом смотрите модель может быть у вас такая же по модели в интернете можно найти шоссе на котором собран телевизор вот максимум выставлено на тюнере максимум на телевизоре звука нет открываю когда не было света я его вытащил на улицу на мороз а на морозе все хрупкая учтите и очень аккуратно его там почистил кисточкой пылесос тоже у меня сейчас не на ходу потому что холодно и холодный пылесос включать тоже нежелательно панасоник вообще разручить панасоник вообще разучился кинескоп и делать обычно его наклейки не отклеивались значит это какой-то китайский панасоник месяц назад на моем канале была целая эпопея с телевизором панасоник так вот смотрите насколько вот эта плата для ремонта намного приятнее у нее хорошее расстояние у нее доступ такой к элементам замечательные в то же время можно щуп нормально куда-то завести поставить но так ли это на самом деле на самом деле в этих панасониках вот здесь вот спрятана начинка под экраном и если проблема там нужно выпаивать этот экран что не очень удобно дальше такой же экран с этой стороны и чтобы получить доступ его нужно отпаять и много всяких smd шных элементе ков и дорожечки тоненькие 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 в общем если что-то случается такое вот тяжеленько то глаза сломаешь чтобы его отремонтировать значит я буду идти по проторенной схеме я в том ролике все рассказал и сейчас быстренько обнаруживаю нужную мне дорожку перекусываю из нужного мне транзистора делаю перемычку в нужную цепь берусь за краешек экрана и отгибаю его аккуратно аккуратно отгибаю и получаю доступ к перемычке очень такое место очень место показательное транзистор q630 с этим транзистором рядом две перемычки нас интересует левая вот здесь дорожку нужно перерезать а сюда подключим провод с транзистора но давайте прозвоним тестером относительно корпуса вот эту точку да вот я со своего ролика даже съемку сделал вот здесь нужно перецарапать это при условии если этот сигнал садится в самом процессоре 48 ножки а если нет может быть просто вышла из строя микросхема звука а я сразу дорожки режу ну на 80 процентов уверен вот здесь вот царапнуть и кидать перемычку с конденсатором 1.4 килоом а где где а вот на этой перемычке от 48 ножки а должно быть 5 и 5 килоом то есть вот это косвенно подтверждает что у вас телевизор пострадал после грозы а вот 8 ножичка вот транзистор справа вот с этой ножки с коллектора возьмем сигнал и через конденсатор подадим на эту перемычку предварительно вот здесь вот отрезал дорожку повторяюсь наверное уже вот где транзистор вот где перемычка вот кто да попробуйте сами поискать такую причину какая красота у нас они профессия вот как я не люблю резать дорожки я просто взял иголку медицинскую и утопил эту перемычку прогрел ее паяльником и туда опустил под экран буду надеяться что она не перемкнется там с другими вы так делаете или нет напишите в коментариях ну это же не наш подход александрович да ладно потом аккуратненько выгнете назад надо ведь быстрее у меня б не свежесть у вас цикаго дуже багато кнопок из них я то не знаю их значения ну будь танкистом не легко за корма звісно не пускатила найдопытливіших юників військовичей прокатили на трофеях сьогодні в Украине визначають день збройних сил України з 2014 року вони протистоять російській агресії за цей час каже військовий журналіст а полковник Тарас Грень структура ЗСУ значно змінилася і саме ці зміни дозволяють українській армії боронити країну більше подробиць у матеріалі Суспільного вот так я проверяю і сейчас буду собирать пока есть свет а то скоро отключат проводочек проводок самый лучший МГТФ і конденсатор 4,7 мкФ блин у меня в такой холодильні даже паяльник не догревается і все равно как минус плюс или плюс-минус і вот я перепаял його наоборот все равно как вы його туда запаяєте буде работать і минус-плюс і плюс-минус скажу вам так что наверное лет десять назад я бы так не гнул похабно а сейчас гну хххххххххххххххххххs Продолжение следует...